Эту историю любви Одна из них, что Велес пошел против воли матери своей, сопротив благословления родительницы. Иная, что даже смерть была не в силах разлучить Велеса с Егиней. Считается, что перерождаясь в Яве, эти двое сходятся, даже не помня, возможно, друг о друге. И так из века в век, в разных воплощениях. Их любовь преодолевает не только время, но и все законы мироздания. В моем романе «Цепь рода» на этой истории основана одна из сюжетных линий. Вот что рассказывает о матушке своей, дочери Егине, об одном, возможно, даже первом из ее воплощений. Родилась воительница на земле, где жены правят. Разгромила государство властелинцыных земель. Те жительницы разбрелись. Среди них была и матушка. В одном из храмов соседнего града стала она жрицей, богиней, что называли йога, покровительницей чад и сирот. Целью женщин, что служили ей, стала забота о детях и учении их премудрости. Жрицы, изведав все тайны, разошлись по землям. Мама же, покинув храм, все погружалось в глубь тех знаний, с тайнами иных миров. Секрет смерти с жизнью. Сама Марина открылась перед ней и стала ей наставницей и подругой. Кстати, отсюда можно предположить, что свое имя Ягиня. Баба Яга могла получить, так как всех жриц, что поклонялись богине йога, так называли. Продолжим рассказ дочери Ягиня. Матушка моя познала то, что открыто пращуром нашим. Она не задержалась в своей яве и стала путешествовать в мирах. Так годы пролетели, она же не старела. Замуж не хотела никому идти. Те, кто ее звали, она им говорила, что выйдет за того, кто сможет победить ее. Велесу единому это удалось. Как они любили с матушкой друг друга. О том и легенды ходят до сих пор. Но ее убили пращуры другие. Велес жизнь отдал, чтобы ее спасти. Двести лет у покровителя смерти он был власти. Но как вырвался оттуда, Велес к матушке пришел. У нее уж я махонькой была. Велес проклял мою мать, а сам ушел. По некоторым предположениям, дочь Ягиня была дочерью Ильма, подводного владыки. Говорят, что именно это проклятие и обратило Бабу-Ягу в ту самую старуху, которую мы знаем, живущую на границе Явей и с единой Навью. Проклятие должно было убить ее. Но Велес уже за Ягиню свою жизнь отдал. Из-за предательства от нее не отказался. От того и не погибла же она. Однако я же жизненные силы свои потеряла. Зависла на границе царства смерти с жизнью. Дом ее меж рубежей. Проход есть он в миры. Но это всего лишь одна из версий такой трагичной истории. По другой, более позитивной, если ее можно так назвать. Велес не проклинал Ягиню, а она оставалась ему верна, пока он был у покровителя смерти. До конца своих дней. А переродившись, супруги сошлись вновь.